Даже в 2019 году Skyrim удивляет тех игроков, которые играют с 2011 года. Интересные моменты, секреты, пасхалки! И сегодня я вам некоторые покажу. Всем привет, друзья! Меня зовут Сагиром Иван, а это мой канал Мистер Кэт! Начинаем! И хотел вам сказать спасибо за ваши комментарии. Все-таки, да, возможно, за пинту я перегнул. Соглашусь. Но все-таки меня сбил тот факт, что, понимаете, это слово я слышу в первый раз от одного человека. Я это слышал Властелин колец, но спасибо. Спасибо за ваши комментарии. Кстати, вот это видео, ссылочка внизу, кто не в курсе, посмотрите. Ну что ж, приступим. И сразу отправляемся в страшный, мрачный мир мертвых. Каирн душ. Помните, я вам рассказывал, что не все, а не все вам рассказал за это прекрасное местечко. Мир духов, мир скелетов, мир лечей. Тут можно найти в сундучке один камушек, а точнее три, которые разбросаны по всему Каирну душ. И это, друзья, часть камня Жнеца. Всего три. Я не буду вам рассказывать, где они лежат, я думаю, вы сами их находили или найдете. Потом эти камушки нужно отнести в локово Жнеца. Я думаю, поняли. Вкладываем камушки. Вот они три. И появляется секретный босс. Да, вы за него знаете. Фишка не об этом. Жнец. Капюшон, красные глаза и рыгает какой-то зеленой штукой. Но давайте на него посмотрим более подробно. В одной руке у него топор. Самый обыкновенный железный топор, но топор. Запомните. Тут у него какой-то мешок палача. Красные глаза. Ну, я не знаю, заморозил время, они стали белые, но на самом деле они красные. Основная атака, он извергает, он рыгает какой-то зеленой жижей. И он очень легкий. Он чертовски легкий. Даже на легенде я его прошел легко. И он ничего ценного не дает. Вообще, я очень расстраивался, когда, ну блин, ничего себе, ты бегаешь, ищешь эти три камушка, приходишь, выживаешь и получаешь только эмоции в основном. Только эмоции. И, друзья, возможно, вы не знали, что Жнец это пасхалка. К старенькой игре, рукавица темного наследия, где был босс, которого звали Лич. И давайте я вам покажу этого босса. Смотрите. Вот этот босс, то есть в старенькой игре, его зовут Лич. Обратите внимание на его голову. То есть капюшон палача. В одной руке у него топор. Глаза красные, но это еще не главное. Смотрим. Отрывочек с игры. Вот появляется этот босс. Одевает свою голову. И внимательно смотрите. Очень внимательно, что он сейчас начинает делать. Он извергает ту самую зеленую жижу, только тут он наверх как будто злится. И это он делает в течение всего боя. Понимаете? Сходство. Боже мой, Скайрим. Когда эти пасхалки закончатся? Когда? Если не знали, едем дальше. Да, Скайрим не идеальная игра. Но что вообще идеально? Но все-таки так, как проработали Скайрим, очень мало таких проработанных игр. Очень мало в Скайриме уделили внимания даже вещам, которые стоят меньше 5 монет. Это какие-то бутылки, кружки. И если вы эти дешевые вещи будете выбрасывать рядом с жителями, то кое-какие могут сказать уникальные фразы типа «подними». И возможно вы не знали, что этих фраз намного больше. И сейчас я вам их покажу. Слушайте. Посмотрите-ка, вот что значит в детстве, как следует, не воспитывали. Позволяли бросать вещи, где ни попадя. Что это с тобой? Ты думаешь, можно швырять всякую дрянь, где вздумается? Раньше народ не разбрасывал мусор, где ни попадя. О, конечно. Гадь, где тебе вздумается. Вот это наглость. Бросать всякую дрянь, где им нравится. Для мусора есть специально отведенное место. И оно не здесь. Никогда не понимал, как можно просто взять и бросить мусор, где захочется. Кругом неотесанная деревенщина. Расшвыривает мусор, где попало. Подними-ка свой мусор, чудо. Каким грязным варваром надо быть, чтобы бросать мусор на землю? И они называют меня дикарем. Я, по крайней мере, не разбрасываю мусор. И правда. Я понимаю, это мелочь. Но все-таки прикольно, что проработали такие вот разные диалоги. Скорее всего, у каждой расы есть по несколько вариантов. И я вам не все показал. Прикольненько, да? Самое начало игры. Алдуин нападает на Хелген, и мы убегаем. И тут есть один момент. Давайте я вам напомню. Алдуин хватает одному беднягу и выбрасывает его. Да, какого-то беднягу хватает Алдуин и подбрасывает в небо. Убивает. Соответственно, мы это запоминаем и идем дальше по сюжету. Убегаем с Раллафом. Как всегда появляются имперцы, и мы должны их перебить. Но, друзья, возможно, вы не знали, что если вы выбрали расу имперец и на них используете голос императора, имперский солдат выдаст уникальные фразы, которые вы, скорее всего, не слышали. Слушайте. Я видел Кая. Дракон его схватил, и не знаю, как я спасся. Ничего не остается, только двигаться. Лучше здесь внизу, чем там снаружи. Эй, это тебя я видел на повозке вместе с мятежниками. Ну ладно, раз Хадвар за тебя ручается, значит все в порядке. И, блин, как же круто, он вспоминает того беднягу, которого схватил Алдуин, это все тут рассказывает, и только с помощью вот этого способа, плюс еще диалоги. Короче, ребята, выбирайте имперца, очень часто кастуйте этот талант. Мне кажется, вы услышите очень много новых и интересных диалогов, которые никогда ранее не слышали. Ну а теперь давайте немножечко поговорим за перевозчиков. Данные ребята стоят возле больших городов Скорима. Также можно приобрести своего, если вы построите одно из трех или все три поместья. Собственно, поместья, и тогда у него маршрут увеличивается. Я вам это показывал. Просто незаменимые в режиме выживания, бесценные в режиме выживания. И, друзья, вот мы видим, как он удобненько устроился. Но, возможно, вы не знали, что его покой можно легко потревожить и выбить с него уникальную фразу одним движением. Смотрите. Прости, лошадка. Эй, это ценное животное. И, напоследок, интересный факт за квест Война, друзья. Если вы проходите войну за Ульфрика, вы никогда не задумывались, а куда вообще деваются все ярлы, которые ранее поддерживали Империю. Друзья, Селетьют, Синий Дворец. Тут поворачиваем налево и спускаемся в небольшую комнату. Я не доставлю тебе хлопот. Просто оставь меня в покое. Авеничия. Ну почему мы не можем пойти домой? Юрик. Я не хочу говорить с теми, кто так дешево ценит свою часть. Игмунд. Тебе что-то нужно? Жалкое ничтожество. Голосы неустремные, да? Мне и смотреть на тебя противно. Хочешь насмеяться над старухой? Оставь меня в покое. Не верится, что мы потеряли Маркарт. Семья Игмунда. Правила тут поколениями. Вот уж точно. Темные времена. Я боюсь за судьбу Морфола и моего народа. Все нам очень... Стоп тебя сбинуть где-нибудь на диких землях. Все нам очень-очень рады. Даже в изгнании я продолжаю служить молоку. Очень рады. Помни об этом. Все ярлы, которые поддерживали Империю. И поддерживают. Но вот интересно. А если мы проходим за Империю? Прошли квест война за Империю. И интересный факт, что все ярлы, которые ранее поддерживали братья Бури, не живут в каком-то подвальчике в маленькой комнатке. Они живут в замке. Ребята, вот они все. Очень-очень странно. Я не хочу говорить с теми, кто так дешево ценит свою часть. Да, ребята? Не знаю, как вы, но тут плюс все-таки Империи. Потому что они предоставили тем ребятам, которые ранее поддерживали врага, целый замок. А не маленькую комнатушечку где-то там в подвальном помещении. И забавный момент. После того, как вы пройдете квест война за Империю, на кровати Ульфрика вы все равно не можете спать. Но вы можете спать на его кровати. Не знаю, какой это забавный баг. Да, тут все-таки плюс Империи. Хотя, надо еще все обдумать. Друзья, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, кликайте колокольчик. И проверяйте подписочку, потому что YouTube отписывает. Все, друзья, счастья вам и пока.